Прием Ержаны Манзаипов вел не один. В вопросах решения проблемы горожан задействованы были секретарь городского масляхата, руководители отделов Акимата, а также руководители хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги горожанам. Ажар Мергалиева попросила рассмотреть вопрос, касающийся жилплощади. Сегодня ее семья, состоящая из пяти человек, проживает в однокомнатной квартире, выданной государством. Ее интересовал вопрос улучшения жилищных условий. Дома 13 квадратных метров комната. Я работаю. Я бы хотела расшириться, я бы хотела, что можно сделать. Я за 2006 года работала, больше всего лет в этом году уволилась, вышла на работу в сон. С утра до вечера работаю, по морде хожу. Комната маленькая, дети маленькие. В следующем году в школу идут. Что можно сделать, хотела узнать. На следующее время вас с очередью уже снять. При этом дополнительно ваши дети могут встать в очередь. Поэтому здесь только один выход. Дополнительно они пусть встают в очередь. Мы их посмотрим, под какую категорию сейчас доживут. Она не получится, можно и не говорить, потому что у них был кредит. Они как-то старались отдельно жить. И они брали кредит. Вот эти просрочки у снахи и у... Большая часть вопросов касалась жилищно-коммунального хозяйства. Протекающая крыша в квартире Зинаиды Косенко и постоянная сырость на протяжении 15 лет, как считает сама бабушка, стали причиной болезни ее родных. Сегодня она проживает одна, так как супруг и сын скончались. Крыша как протекала, так и течет. Но и это не единственная проблема. В подъезде вообще безобразие творится. Собираются наверх какие-то парни, курят там все. У меня на пятом этаже все углы черные. Я не могу, я боюсь их им что-нибудь говорить. Возле подъезда вот такая куча. Делали ремонт и унитаз, и все. И все от ремонта. Месяц целый ежит, уже снегом занесло. И все, кто там, туда же мусор складывают в пакетах. Вообще уже скоро поезд не зайти. Я не знаю, что говорится. Участковому инспектору совместно с жилищной инспекцией будут проводить там рейды для того, чтобы люди не собирались у вас, не с вашего дома. В-третьих, по правилам благоустройства весь мусор строительный должны вывозить непосредственно собственники. Поэтому по собственникам мы отработаем. Найдем, кто этот мусор оставил. И я думаю, этот мусор до конца этой недели они вывезут. Если не вывезут, то мы им выпишем штраф и в любом случае они все равно его вывезут. Мы этот вопрос отработаем. Хорошо? Представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства пояснил, что собранием жильцов было принято решение не принимать участие в программе ЖКХ по модернизации, так как стоимость не устроила большинство жителей. Все же текущий ремонт был проведен, но крыша снова дала течь. А вот в квартире Аксакала Кабдушукура-Касымова, который проживает по улице Кеншилер, тоже проблема, только с температурой внутри жилища. Я в одной маленькой комнате проживаю. В квартире температура воздуха 15 градусов. Спать одетым ложусь. Два теплых свитера одеваю. Обогреватель в комнате включаю. Это из-за электричества и из-за тепла плачу. Иржан Бейбутович поручил ответственным структурам провести ревизию и решить проблему. Более 50 человек принял в этот день Аким. По каждому обращению были приняты соответствующие меры и даны поручения ответственным за это государственным структурам и организациям, предоставляющим услуги горожанам.